Субтитры создавал DimaTorzok Я очень постараюсь в ходе этой лекции использовать слова в пределах школьного курса биологии, но если меня понесет и я начну рассуждать о чем-то совсем непонятном, обязательно меня прерывайте, спрашивайте, выясняйте, что происходит вообще. А лекция у нас сегодня веселая, потому что все, что относится к эволюции, является веселым. Сразу детский вопрос, почему зайцы быстро бегают? Правильно, потому что те, кто бегал, медленно умерли. Так что лекция сегодня будет о жестоких убийствах, о ревности, о алчности и, конечно, о бактериях, леукариотах, человеке, генах и геномах. И да, в силу того, что моя основная ежедневная деятельность связана с бактериями, я буду много уделять внимания им. И поэтому начнем мы нашу лекцию с краткого напоминания, чем вообще отличаются разные формы жизни. Чем отличаются типичные прокариоты от типичных эукариот. Если мы посмотрим на клетку прокариота, бактерии, мы увидим общую область цитоплазму, в которой протекают практически все клеточные процессы, связанные с ДНК, синтезом РНК, синтезом белка, совсем на свете. В то время как, если мы посмотрим на клетку эукариот, например, человеческую, или клетку животных, растений, грибов, амек, инфузорий и прочих радостей жизни, мы увидим там отдельную область, где происходит работа с ДНК, это ядро. Мы увидим эндоплазматический ретикулум, такой сложный лабиринт из мембран, который связан со всякими процессами эндоцитозов, экзоцитозов, где происходит созревание белков. Увидим комплекс Гольджи, митохондрии, у растений пластиды, еще много-много-много всего. Если мы посмотрим непосредственно на генетический аппарат, а говорить мы сегодня, конечно же, будем в первую очередь о геномах, то мы увидим очень небольшой геном у прокариот. Например, у кишечной палочки где-то всего порядка 5 миллионов парануклеотидов, включающих в себя примерно 5000 генов, упакованных на одной хромосоме. В то время у типичного эукариота, например, у человека геном просто огромен. 3 миллиарда парануклеотидов. Теперь переходим уже к интересному, к эволюции. Вообще классическая эволюция времен Дарвина, она работала с организмами. С организмами и с популяциями организмов. И всегда звучали такие слова, и звучат по сей день в школьном курсе, что элементарной единицей эволюции является популяцией. Эволюции, совокупность особей, проживающих на приемной территории, скрещивающихся. На эволюцию можно глядеть и по-другому. Это не единственный способ наблюдать за ней, оценивать ее. Эволюцию можно наблюдать и на одной нуклеотидной последовательности ДНК. Какие у нас есть компоненты эволюционного процесса? Наследственность. Нуклеотидная последовательность копируется из поколения в поколение. Каждая новая дочерняя особь получает какие-то нуклеотидные последовательности от своих предков, которые срочи получили от ее предков и так далее. Изменчивость. Опять же, мишенью изменчивости, если посмотреть, служит не особь. Мишенью служит именно какой-то участок нуклеотидной последовательности генома этой особи. И в результате каких-нибудь случайных событий, мутаций или горизонтального переноса генов эта нуклеотидная последовательность может изменяться. Давайте посмотрим на ген. Вот какой-то самый обычный ген, уже упомянутую метиладенозин-гликозилтрансферазу, про которую я не знаю, зачем она нужна. Вот ген. Находится себе в геноме. Кодирует какой-нибудь очень важный белок или не очень важный. Как размножается ген? Чтобы он был эволюционно успешным, а все гены в современных живых организмах, наверное, эволюционно успешны, а вас мы их видим, он должен передаваться из поколения в поколение. Соответственно, он размножается вместе с остальными генами в своей хромосоме, вместе со всем геномом. Плюс иногда, особенно если мы говорим о бактериях, он может переноситься горизонтально между различными родственными и не очень микроорганизмами. Например, с помощью уже упомянутой естественной трансформации, когда бактерия может просто взять кусок ДНК, плавающий снаружи, и затащить себе в клетку. Как ген может исчезнуть? Чтобы происходил естественный отбор, нужно, чтобы гены могли умирать. Почему ген может умереть? Вариант первый. Он может вымереть вместе с организмом хозяином. Была нуклеативная последовательность, ее больше не существует, потому что больше нет особей, которые ее носят. Либо он может подвергнуться какой-нибудь инактивирующей мутации. Например, дилеции, когда кусок ДНК просто выбрасывается из генома, его и перестает существовать. Вот вам два пути, как ген может умереть. Почему же он эволюционно успешен? Почему он размножается быстрее, чем умирает? Как правило, потому что он повышает приспособленность своего хозяина. Например, возьмем ген какой-нибудь РНК-полимеразы-2 в организме человека. Этот белок, который по матрице ДНК, строит РНК. Без него мы просто умрем. А это означает, что даже если в нем произойдет какая-нибудь мутация, которая его выключит, разрушит, или этот ген просто исчезнет, то и хозяин, скорее всего, не выживет. И значит, хозяин без этого гена не получит репродуктивного успеха. На самом деле, если посмотреть на генетические сборевания человека, в каких генах мы обычно видим мутации, приводящие к генетическим болезням? Ну, в генах метаболических путей, которые преобразовывают одни вещества в другие, или в структурных генах, которые там цитоскелет в клетке строят, или внешний скелет, не знаю, коллаген, например. Но мы почти не увидим среди генетических заболеваний человека мутаций в генах ДНК-полимеразы, РНК-полимеразы, рибосомы. Почему? Да, они просто не рождаются. Такие организмы погибают на стадии одной-двух клеток, и все. И мы просто не можем говорить, что, ну, вот есть больной с такой мутацией. И говоря о эволюционной успешности в связи с тем, что ген нужен, мы должны провести еще одно важное различие между эукариотом и прокариотом. Дело в том, что прокариот очень много. Некоторых бактерий, их нормальные численности на биосфере, на земном шаре, 10 в 20-й, 10 в 25-й, 10 в 28-й. Да, не очень вредно, не очень эволюционно успешно, но это все же эгоистичная генетическая система. Почему я с нее начал? Еще пару-тройку раз мы к ней вернемся. И увидим, как данный принцип, токсин-антитоксин, играет в эволюции новыми красками, представая в разных обречьях. А теперь переходим уже к серьезным ребятам, которые называются плазмиды. Плазмиды – это небольшие дополнительные молекулы ДНК, как правило, кольцевые. Они очень часто встречаются среди прокариот, бактерий, и временами присутствуют у дрожжей, то есть у окно-клеточных эокариот. Плазмиды – это кольцевые молекулы ДНК, которые содержатся в клетке в одной копии, или гораздо чаще во множестве копий, десятков, сотнях копий, и не несут какие-нибудь жизненно важные гены. Вот, например, бактериальная клетка, вот тут огромная хромосома, плотно упакованная, и плавают махонькие колечки-плазмидки во множестве копий. Как они размножаются? Реплицируются в цитоплазме отдельно от хромосомы, и временами передаются горизонтально между бактериями, по уже, например, упомянутому механизму на естественной трансформации. Расмножаться могут по-разному. Либо такой же тета-репликации, как и основная хромосома бактерий, либо среди них часто встречаются очень необычные механизмы репликации, на котором я становлюсь чуть подробнее, потому что он нам еще будет встречаться н раз в ходе лекции. Это механизм катящегося кольца. Для того, чтобы он реализовывался, достаточно всего лишь один белок. Это нуклеаза, который надрежет одну из цепей ДНК. У нас тут есть одноцепочный участок ДНК. Есть затравка. На нее садится ДНК-полимераза хозяина. И начинает двигаться, оттесняя вот эту цепь. Движется, движется, движется кругами, движется, движется, синтезируя за собой все новые, новые, новые участки ДНК. Затем эндонуклеаза, фермент, который разрезает ДНК, ему нужно отрезать кусочек и, совершив обратную реакцию, замкнуть его в кольцо. После чего ДНК-полимераза хозяина достроит вторую цепь. Все. Мы сделали репликацию, сделали удвоение кольцевой молекулы ДНК с помощью одного фермента, который всего-то умеет разрезать или сшивать одну литочку ДНК. Ну и заиспользовав ДНК-полимеразный комплекс и отделение. Итак, возвращаемся к эволюции. Я буду стараться, так, время от времени делать ставки молекулярные, но на них сильно не акцентироваться, иначе мы утомим. Как плазмиды могут исчезнуть? Ну, во-первых, вымереть вместе с организмом хозяина, в котором они содержатся, так же, как самые обычные гены. Либо они могут при делении хозяина не попасть в одну из дочерних клеток. Ну, если наша бактерия или дрожжа делится пополам, может так сложиться, что все копии плазмиды будут в одной половине, а в другой их не будет. И при делении пополам одна из дочерних клеток плазмиды не получит. Ну, вообще, это достаточно реальное событие, часто происходящее. Особенно, если в клетке наличествует не один вариант плазмиды, а много, и они конкурируют между собой за размножение. Вот тогда да. Тогда с высокой вероятностью какой-нибудь из плазмид, живущих в клетке, может не повезти. Транспазонок. Ну, на самом деле, не очень четко определенный термин. Честно говоря, правильнее в науке использовать транспозабл элемент. Ну, ладно уж, пусть по-русски будут транспазы. Это участки ДНК, которые способны размножаться и копироваться в пределах генома. То есть, находясь здесь, он может попасть сюда, и сюда, и сюда. И в плазмидку тоже. Транспазоны переносятся в случайное место на последовательности ДНК. Причем, все равно, в хромосоме ли, в какой-нибудь плазмиде, где-нибудь еще. Транспазоны содержатся в геномах почти всех живых существ. Я знаю буквально, ну, так, пару исключений. Это малярийный плазмодий и хромидий. Фактически, это существа, которые, во-первых, пролетели терпели масштабное уменьшение генома в следствии перехода к паразитизму, и которые не обмениваются ни с кем генами, просто потому, что они внутриклеточные паразиты. И рядом с ними внутри клетки никто не живет. А так, собственно, почти у всех живых существ бактерий, грибов, людей, растений, у всех в геноме транспазоны, причем их количество варьируется от десятков до миллионов копий геномов. Как размножают транспазоны? Они, находясь в куске ДНК, в плазмиде, в хромосоме или еще где-нибудь, они размножаются вместе с ним. Но плюс к этому дополнительно иногда копируются сами, попадая в новые участки. и, разумеется, могут передаваться горизонтально. Например, попав в конъюгативную плазмиду или в мобилизуемую, они могут перенестись в нового хозяина, выйти к нему в хромосому, размножаться в хромосоме. Попасть в следующую плазмиду, с ней перейти в нового хозяина, попасть в хромосому, размножаться в хромосоме. Вымерить они могут, ну, когда мы говорили про ген, мы говорили про то, что одна из основных опасностей для гена это подвергнуться инктивирующей мутации. Например, делеции, когда он просто выкинется из генома. А транспозоны от этого неплохо так защищены, потому что они содержатся в куче копий. Ну, сломается одна копия, ну, две, ну, не все же тысячи, что есть. А чтобы сломались все копии, ну, это разве что, если в геноме хозяина что-нибудь так изменится, что предотвратит размножение транспозона. Вот тогда, да, тогда все копии транспозона со временем сломаются. но это будет очень нескоро появиться на мерках. А вот вторая опасность, которая, опять же, всегда есть, в данном случае она очень неиллюзорна. Можно вымереть вместе с хозяином. И для транспозонов это актуально. Это основной их сдерживающий механизм. Потому что они вредят хозяину. При каждом своем переносе, при каждом своей вставке в новое место транспозон имеет шанс убить хозяина. Например, вставшись внутрь какого-нибудь полезного или тем более жизненно важного гена. Если это ген какой-нибудь РНК-полимераза или ДНК-полимераза, ну, подумайте. Ну, все. Но даже если оно вставится не прямо в ген, а в какой-нибудь межгенный участок, это может привести к изменению активности окружающих генов. Разорвав там какую-нибудь точку начала транскрипции или наоборот создав новую. Насколько часто такое встречается в природе поэтому? Трудно сказать. Очень может быть, что у нас, не знаю, половина всех регуляторных систем сформировалась из такого вот хлава. Кто мешает? вообще очень так как эгоистичных генетических элементов очень много в геномах, вот часто можно применить их к чему-нибудь, к чему угодно. Слышали про теломеры эукариот на концах хромосомы? Они ведь обратные транскрипты дозы достраиваются. А система, кто делает перестановки генов при иммунном ответе, при созревании лимфоцитов, она вполне себе из трансплазонов. Другой вариант эгоистичных аллелей хоминг эндонуклеазы пардон за кальку с английского но как это перевести я не знаю. Это всего лишь ферменты специфически разрезающие определенный участок ДНК достаточно длинный который они не узнают. Ну обычно встречающиеся в геноме один раз. Как атьда единственная нуклеаза фермент разрушающий ДНК может быть эгоистичным генетическим элементом. Очень просто. Вот у нас гетерозигота. Один аллель тут есть этот ген. Другой аллель тот же самый участок этого гена нету. эндоноклеаза разрушает другую аллель. Хромосома разорвана. Ее нужно как-то починить. Если системой починки починят как было склеят ДНК в стык еще раз разрушим еще раз и так в итоге пока не произойдет починка по механизму гомологичной рекомбинации с похожего участка ДНК все он размножился. Просто повреждая участок где ты должен содержаться ты в конце концов придешь к тому что ты туда вставишься. правда тут есть косяк большой. Вот как выбрать правильную точку которую щепить? Ну шучу про выбрать правило как это получается в эволюции конечно. Если она в межденнике то это плохая идея потому что там слишком часто происходят мутации там отбор не отсеивает изменчивость и поэтому межгенные участки очень часто вариабельны. А если это делать в гене так ты при встройке будешь ломать ген. Не прикольно. Как можно решить тремя основными вариантами. Вариант первый. Ну вставляться рядом с геном ощепить в ощепить в совсем близко расположенном участке гена. Тогда скорее всего при починке ты вставишь. При этом тот участок который должен расщепляться он должен немножко отличаться в копии гена который ты несешь с собой и в той копии гена который ты щепишь. Режем чиним работает. Например так понятно? Вариант второй. Можно быть интроном. помните я рассказывал про интроны второй группы? Так вот это интроны первой группы. Узнаем участок посередине гена режем и механизм починки повреждений ДНК вставляет тебя внутрь гена. Но ты находишься в интроне поэтому ты успешно самовырезаешься. дон по м дон и дон и дон и дон 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 Продолжение следует...